всем привет рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 сегодня у нас с вами на обзоре крас 375 для версии 23 10 15 8 11 15 конверт у нас виктора бвг доработка мода драйвер 51 рус вот такой я встретил урал на просторах интернета а имени а именно в группе spintires club и оттуда я его собственно говоря и скачал жаль что такой прелести еще нет пока что еще мастерской spintires честно говоря не знаю по какой причине но почему тут доработки от драйвер 51 рус не добавляются в мастерскую не знаю почему ну да и ладно благо у нас всегда есть возможность скачать из всеми любимых групп также по моему данный крас уже мелькает в официальной группе spintires я думаю данная группа у многих есть но что конкретно у нас изменилось что конкретно у нас здесь изменилось но изменились текстуры однозначно текстуры изменены последняя модель такого рода у меня была ржавого цвета то бишь автомобиль был был ржавый сейчас же он у нас стал синий с такой вот с белой характерной полоской на капоте также вот смотрите здесь еще также побелела такая вот окантовочка вот здесь у нас написано урал ну сделано очень симпатично такой урал для экстремальных условий такой даже чем-то похожий на триал урал ну здесь у нас присутствует вид из кабины с не очень понятными текстурами вот это вообще непонятно что и такое вот это вообще напоминает что-то носить 4 руль к сожалению без анимации вот воздухозаборники тоже с какими-то непонятными текстурами здесь вообще в кабине все с непонятными какими-то текстурами панель приборов у нас так таковая отсутствует ни одного приборчика у нас здесь нет все какое-то плоское и непонятно откуда взятое но как я уже говорил неоднократно на своих обзорах мне вид из кабины не принципиален хотя очень многие прям так им и дорожат типа нет вида из кабины фу они мод но это не про меня давайте посмотрим что у нас есть по аддонам секундочку проверим иллюминацию работает даже здесь фароискатель помимо головного освещения клаксон пожалуйста на рабочий и давайте наверно сразу заведем автомобиль послушаем его звук звук здесь не изменился после с последнего вышедшего урала 375 все такой же прекрасный замечательный он здесь свой свой в том плане что до доработки он уже здесь был таким с такой подгазовочкой он здесь в принципе звучит очень очень даже неплохо ну и давайте посмотрим на аддоны кстати еще хочу замечать такую вещь вот этот каркас безопасности на кабину ставился в прошлый раз отдельно сейчас же когда мы создаем данную модель он у нас сразу здесь появляется то есть он уже стоит с каркасом безопасности но также у нас здесь еще есть вторая защита кабины которая ставится поверх вот этой и получается у такой просто монстр я считаю иначе это не назовешь ничто не накладывается друг на друга вот в этом вот в этом месте трубы пересекаются но такое ощущение как будто именно так и было задумано то есть в принципе смотрится все очень даже гармонично так что нареканий в плане того что аддон на аддон здесь лепится здесь никаких нареканий просто-напросто нет смотрится все очень хорошо так ну и давайте далее по аддонам фары фары на бампер такие фары потом фары на кабину так сортира ментовоз этот позже я думаю на не нужен я принципе уже на обзоре показывал что это такое цистерна 3200 емкость 3200 вот такая цистерночка которая тоже уже была до доработки так потом скидываем значит это бортовая платформа платформа лесовоза это у нас все дефолтно как вы понимаете топливная цистерна требует что она требует что а пожаробезопасный выход баню маячки можно еще поставить гаражные части сцепка ремонтной части мини цистерна которая пришла к нам опять же с предыдущей версии мода то бишь до доработки емкость данной цистерны 2000 литров далее здесь у нас прицепы дефолтные опора для крана но это у нас понятно для чего да и пожаробезопасный выход все это у нас дефолт ну и защиту кабину защиту кабины 2 мы с вами уже установили кстати она нам дает 200 ремонтных очков так давайте я отсыплю вот это дело мы в принципе это уже видели на предыдущем обзоре и установлю я наверное бортовую платформу бортовая платформа и по колесам вот стандартная резина и урал 43 20 10 колеса они ничем не отличаются потом урал 377 колеса такие с мелким протектором неглубоким эдп колеса есть еще у нас смотрится уже достаточно неплохо так потом краз 255 колеса татар 813 ну вот уже появляется какая-то такие нотки агрессии так шинозе повышенный расход а то бишь если мы устанавливаем эти колеса у нас расход увеличивается интересно вот такие колеса и шинозе 2 цепи повышенный расход такие ребят но мне очень понравились вот эти цепями как-то конечно да это может быть и добавляет агрессии но смотрится не так уж хорошо как вот эти жалко вот бортовая платформа не силия смотрелось бы по моему еще более гармонично ну ладно что и есть тому и рады закрываем с вами гараж ну я думаю собственно говоря можно начать то играть автомобиль по моему мнению очень хорош собой я даже его сегодня утром буквально вот сделал скриншот и добавил его в свою группу в контакте сделал аватар какой вот с этим автомобилем можете зайти посмотреть да надо надавив на газ прям чувствуется сразу мощь этого автомобиля такой звук достаточно такой агрессивный едем сейчас мы с вами без каких-либо блокировок и полных приводов все препятствия приотделивает просто играючи я ну внешность у него реально достойно внимания не скачать данный мод это я считаю упустить синицу из своих рук ну вот пока что едем без всяких дифференциалов и полных приводов смотреть прет как офигенно гул такой стоит от двигателя прям давайте включим полный привод облегчим немножко ему проходимость такие характерные следы остаются после таких колес жалко отсутствует анимация руля конечно зачем я нажал на функции никто не знает ну два очка бревен для него конечно это просто игрушка я думаю на предыдущем обзоре когда этот урал был ржавый я там возил бревна шестью очками и без каких-либо напрягов значит давайте загрузим короткие бревна включаем повышенную посмотрим как он поедет в грязи ну вообще короче он эту грязь игнорирует полностью по моему что по твердой поверхности поехал бы что по этой грязи по моему одинаково скорость особо не изменилась да ездить на таком автомобиле просто одно удовольствие проходимость у него просто бешеная это мы еще с вами не включали блокировку дифференциала это просто едем на полном приводе вот-вот-вот начинает сказываться не включение дифференциала если колесо зависает то она перестает вращаться так включим блокировку так включим блокировку включить полигон на таком там автомобиле одно удовольствие давайте разгрузимся и поедем на кольцевую ух чуть не врезался в масс пока что у нас нет ни единицы урона так включаем с вами состояние ну-ка посмотрим насколько действительно у него там повышенный расход ну не знаю сейчас вот у меня показывает 18-19 литров в принципе это не так уж и много скорость пока что я увидел 32 километра в час что в принципе уже неплохо какие скачки включая повышена блин такой гул прямо движка идет реально если бы такой гул вышел бы в реальности то я думаю уши бы закладывала бы такие прям как низкие частоты долго такие прям как низкие частоты долго давайте вот прямая здесь посмотрим на что он способен 34 километра в час ну 34 скорее всего для него это максималка что в принципе достаточно неплохо учитывая то какие у него колеса короче ребят мод офигенный ой и оказывается еще не со всеми фарами ехал но это вообще просто смотрите как как днем наверное будет да освещение просто обалденное захватывает огромное количество ну огромную площадь чтобы осветить ой а что это такое летает что это такое белые точки какие то что это такое все улетели даже не знаю что это такое было ну да и ладно на этом я заканчиваю свой обзор ребят мне машина очень понравилась вам надеюсь тоже всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки вступайте в мою группу в контакте ссылка на группу будет под видео всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...